Здесь могут напечатать на 3D принтере локтевой или коленный сустав, челюсть из особого материала, который идеально приживется. Звучит как фантастика, но аддитивные технологии послойного наращивания и синтеза объектов становятся неотъемлемой частью современной медицины. Так выглядит лазерное спекание. Форма из титанового порошка на глазах превращается в образец имплантата. Перед отправкой к медикам его обязательно проверят на химический состав, форму и структуру. Это каркас для выращивания костной ткани. Для того, чтобы дальше мы могли вживлять имплант, и человек мог нормально функционировать с нормальными зубами. Вот пример готового каркаса или, как говорят технологи, аугмента. Если, допустим, в случае онкологического заболевания была поражена костная ткань и ее нужно заместить, титановый имплантат помогает клеткам восстановиться. Аугмент может быть любой формы. Вариативность подхода к созданию имплантатов – одна из самых важных особенностей 3D-печати для медицины, когда нет двух одинаковых протезов. Вот, допустим, тазобедренный сустав. Либо тазобедренный сустав, либо челюстная сувая хирургия. Мы можем создать такой имплант индивидуальной формы, который обладает необходимой шероховатостью, которая свойственна технологии 3D-печати, которая увеличивает скорость кости образования. Далее на эти изделия мы наносим покрытие, оно биоактивное. Сам имплантат имеет мультимасштабное строение. Ячейки в нем разного размера, а особое покрытие – из кальций-фосфатов, это минеральная составляющая кости. Поможет имплантату прижиться, а клеткам расти. В итоге сроки послеоперационного восстановления существенно сокращаются. Такие композиционные материалы недавно были получены в ходе экспериментов на МКС и уже переходят в практическое применение. Мы делаем сейчас импланты с такой сложной внутренней структурой, ячейстой. И очень важно, чтобы это покрытие было не только с наружной стороны импланта, а распространялось и на всю внутреннюю ячеистую структуру. Поэтому мы сейчас занимаемся проектом, который должен реализовать технологию, когда вся поверхность импланта и даже внутренняя была покрыта вот этими самыми биоактивными материалами, которые обеспечат вот такую еще более быструю интеграцию. Сначала все данные будущего имплантата рассчитывают на компьютере с помощью российского программного обеспечения. На основе данных, которые биоинженеры получают от врача, КТ, МРТ пациента. Так, к примеру, создается трехмерная модель по замещению костной ткани в челюстно-лицевой хирургии. Затем программу загружают в принтер, томограф и принтер работают фактически по одному принципу. Только томограф делает срезы, послойно анализируя биоткань, а принтер послойно печатает необходимое уже из металла. На каждом из этих принтеров, вот его максимальная производительность, так называемая, 200 тысяч кубических сантиметров уже готовых изделий в год. Это действительно возможность обеспечить, ну, как минимум, несколько регионов нашей страны вот таким полноценным запасом. Причем мы же понимаем, что это цифровые технологии, то есть мы можем это печатать по цифровому заказу из клиники. Клиника может быть в любой точке страны. 3D-принтер тоже. Для выполнения цифрового заказа расстояние не помеха. Чтобы напечатать имплантат, тот, который необходим для пациента, подчеркивают специалисты, нужны всего сутки. Мы видим непосредственно камеру построения, то есть тот модуль, в котором и происходит наше послойное наращивание. Сверху располагаются два бункера с металлопорошковой композицией. В нашем случае это сплан Титана ВТ-6. Порошок подается через вот эти направляющие. Далее порошок через них попадает в каретку. После того, как каретка слой нанесла, происходит непосредственно сплавление под лучами двух лазеров. Здесь расположены два сканатора. Сплавление постепенное, слой за слоем. Каждый толщиной всего 50 микрон. Это 0,05 мм. Перед тем, как засыпать порошок в принтер, его исследуют в лаборатории под видеомикроскопом. Не слишком ли крупные или дефектные частицы? Для создания имплантата они должны быть сферические, диаметром от 10 до 45 микрон максимум, и не содержать газовых пор. Этот порошок мельче пыли. Он текучий, как вода. Здесь у нас проходит исследование порошка и его параметров по текучести и насыпной плотности. Начинаем засыпать порошок в наши бункера. В принципе, его свойства похожи на свойства жидкости. Испеченное в 3D-принтере изделие получается легким и упругим, как настоящая кость. Имплантат пористый, в нем легко прорастают капилляры. Титан не охлаждается на морозе, так что и зимой на улице у пациента нет дискомфорта. Он вообще перестает ощущать протез. Программное обеспечение, в котором биоинженер создает модель будущего имплантата, уже получила сертификат. Мы уже подали 4 регистрированных удостоверения. И сейчас наше изделие находится на разных этапах испытаний и тестирования, включая клинические испытания. Нашим следующим шагом – это создание покрытий, биоактивных покрытий. А в среднесрочной перспективе и в долгосрочной перспективе мы уже планируем переход к печати органикой. Как и в фантастических фильмах, конструкт, то есть материал для будущего человеческого органа, будет левитировать в магнитном или акустическом поле. А его сборка займет всего 30 секунд. Задача как раз создать такой условно принтер, в котором формирование биологического объекта будет происходить только из биологически активных клеток. За счет применения внешних физических магнитных полей будут сделаны такие условия, когда биологические клетки будут самоорганизовываться и формировать. Для начала, конечно, простые органы, которые не являются функциональными, типа сосудов. Это будет уже не столько послойное наращивание объекта, сколько его как бы лепка из живых клеток. На МКС несколько лет назад был успешный опыт такого биопринтинга. Напечатали щитовидную железу мыши, которая впоследствии успешно прижилась. Теперь предстоит освоить технологию направленной самоорганизации в физических полях на Земле. В первую очередь по типу как сосуды, трубчатые конструкции, такие вот, трахеи. Вот это у нас следующий шаг развития. К 30-му году мы планируем такое сделать. Создание органов, где есть нервные клетки, дело гораздо более сложное. Но рано или поздно дойдет и до печати сердца, желудка на основе отечественных биоинженерных разработок. Принтеры в Троицке, которые уже выдают имплантаты из титанового порошка с последующим бионапылением, тоже состоят преимущественно из российских комплектующих. Причем ключевые компоненты, лазеры, сканаторы и программные обеспечения для их управления разработаны и созданы в Росатоме. Имплантат, после установки которого человек не будет ощущать его как что-то инородное, главная цель разработок ученых. Инновационность 3D-печати для медицины в том, что с ее помощью можно быстро создать уникальное, как говорят технологии, единичное изделие. К примеру, протез, учитывающий особенности конкретного человека. Изделие будет ощущаться как живая кость. С аддитивными технологиями остеопластика, ортопедия, челюстно-лицевая хирургия и многие другие области медицины выходят на новый виток развития. Редактор субтитров А.Семкин